Бедврач клиники сказал, что спасти собаку было нельзя. У него полностью были раздроблены задние лапы и пробиты легкие. Елена Горячева с трудом сдерживает слезы, когда рассказывает о собаке, которая жила в их семье. В пса по кличке Бой несколько раз выстрелили из винтовки. Мы с мужем находились дома. Мужу позвонил на телефон один из жителей нашего массива со словами «подстрелили Боя». Муж выскочил, побежал, прибежал. Когда он сюда прибежал, Бой был ранен. Первыми нашли его люди, у которых участок буквально за вагончиком. Пес Бой поселился в семье Елены Горячевой после того, как прежний хозяин собаки из-за тяжелой болезни был вынужден продать свой участок в дачном массиве. Бой вместе с мужем Елены продолжал охранять территорию СМТ. И, по словам женщины, никогда не проявлял агрессии к людям. Получив ранение, он попытался скрыться в будке за вагончиком охраны. Здесь прятался Бой после того, как подстрелили ему сначала задние лапы. Я так понимаю, что уже по корпусу легкие пробили непосредственно здесь. Здесь же зацепили Рекса. Расправа над животными, которые жили в одном из дачных массивов в Кировском районе Самары, попала на камеры видеонаблюдения. От рук людей пострадали три собаки. Пес Бой, его напарник по охране Рекс и, возможно, Шерри. Бой у медики были вынуждены усыпить. Рекс несколько дней скрывался на территории СМТ, но потом вернулся к людям, которые отвезли его в ветеринарную клинику. Шерри ищут до сих пор. Сотрудники правоохранительных органов ведут свое расследование. По данному факту проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлены предположительно лица, совершившие данное преступление. По данному факту 1 ноября 2022 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Б, части 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 245 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание за жестокое обращение с животными, в том числе и лишение свободы на срок до пяти лет. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. Продолжение следует...